Девушки отдыхают Денис, как вы выбираете места, которые могут оказаться полезными для бизнеса? Места отдыха? Места отдыха. Ну, вообще, стандарты такие, бизнес-класс и выше. Вот. Это важно, чтобы было как-то сравнение с кем-то будет и с кем ты будешь путешествовать. И как, в каком стиле, в каком виде все это будет. То есть это прежде всего вас должны окружать люди вашего уровня? В своем уровне самая важная вещь. Даже однообщение для просто понятия жизни впереди. Человеческий фактор самый важный. В начале дела, деловой переговоры, все надо как-то быть ровно и понятно друг к другу. Вы сами выбираете места, куда хотите поехать отдохнуть или пользуетесь услугами бизнес-клубов, агентств, которые организуют вам эти поездки? Ну, да. Вообще, у меня разные ресурсы. Понятно, где что происходит. В моем бизнесе сейчас я в России даю спортивный проект хоккейбосс.ру. Я решил свои семьи принести на чемпионат мира в Швейцарии. В мае будет. Просто они погуляют, я по делам. И мы как-то будем вместе, и все будет, я думал, прикольно. А когда вы с семьей, вот скажите, семейность, она лучше налаживает деловые контакты или нет? Ну, вообще, знаешь, в бизнес вообще семейные люди, они больше доверяемы, как-то сказать, спокойно. То есть одиноким не доверяете? Ну, есть другой уровень бизнес, где там тоже надо как-то социальное сообщество, ну, либо по клубам гулять, по ресторанам гулять. Это уже другая вещь. Ну, дело в том, что по делам или на конференциях лучше быть спокойной, порядочной и даже лучше семьей как-то держать в этом. Скажите, а как вы пришли вот к такой системе завязывания деловых знакомств? У вас удачный опыт? Да, да, вообще, это хороший вопрос. Я начал как-то учиться профессионально продавать. Я получил раньше в карьеру, я занимался с IT-индустрией и получил разные сертификаты, даже с компанией Oracle. Спасибо. Спасибо. Вообще, был один преподаватель в эти курсы, который сказал, если хочешь понять или хочешь найти твои клиента, надо как-то жить как их им. И имеет хобби, как у них. И, значит, они больше шансов, где получатся хорошие, успешные дела и в жизни. Вообще, историю быстро скажу, что в этот момент он тоже сказал, лучше найти себе хобби, где популярны свои клиенты. Я решил учиться в гольф. И до сих пор, 20 лет уже прошло, где я ищу новое поле и в этом сфере тоже новые партнеры по бизнесу. Могу сказать, что сейчас я собираю себе лететь в Дубай, посмотреть там на новое поле в гольф. Да. Шикарно. Там центр финансовой возможности, много бизнеса идет сейчас. То есть вы считаете, что вы заключите много сделок на поле для гольфа? Не только поле логов, а по пути поле ногов. Значит, по первый класс логов. Каким образом? Вот вы сели в первый класс Эмирейтс. Да-да. И вот дальше. И дальше. Вы встретили какого-то шейха, летит переговоров из Москвы. Бокал шампанский в руке и просто простой разговор человеческий видит на жизни. Уже в авиалайнере? В авиалайнере. Обязательно. То есть вы уже завязываете там знакомство? Обязательно. Ну, учитывая, что в Эмирейтс наливают дом переньон, в общем, на самом деле, я думаю, что как-то под этот напиток знакомство они вот лучше завязывают. Да. Лучше и быстро, и без претензий. А в какой стране все же лучше завязывать знакомство? Кто более открыт, кто больше идет на контакт? Вообще, я бы сказал, пока я живу в России уже пять лет, я тоже самое как-то веду себя в то же самое. Я стараюсь просто жить по бизнес-классе выше. И в этом стране, и где все как-то русские бизнесмены, и люди, которые решают вопрос, где они отдыхают. Но наши бизнесмены, они как-то все больше правят джетами в последнее время, летают. Конечно. Вот, знаете, совсем безобразие просто. Первый класс вы должны поискать. Да и нет. Первый класс до сих пор действует. Ну, конечно, приватный чартер, это уже другой уровень, и надо... Это уже после сделки с ними. На поиск ты просто можешь очень хорошо разбираться. А вот расскажите о каком-то интересном случае, который произошел с вами, когда вы познакомились вот таким образом с визиткой бокалом шампанского. Это служило вам огромную службу. Ну, где-то 15 лет назад в Нью-Йорке мой первый клиент по IT был журнал «Экономист». А я встречал директор случайно вообще на... Мы брали уроки по голфам, и, значит, мы были самые плохие игроки. Значит, они положили нам в одну команду, и мы играли там, ну, где-то 4-6 часов. Сразу вернулось, когда в Нью-Йорке этот раз. Мы еще решили встречаться, и за это я уже продал им первый систему. И все было просто наверх. Очень-очень крупные сделки пришли за там. Все в моей жизни. Сегодня вы не думаете над тем, чтобы расширить круг деловых партнеров за счет освоения новых видов спорта? Да, вообще, я сейчас, допустим, искал по России, ну, что мне делать. Я тоже фиктую, я начал фиктовать недавно тут. И все люди в моем клубе «Динамо» вообще очень замечательные бизнесмены. И даже мне очень понравился. Это вот один вещь. Я недавно был на соревновании кони в спорту, прыгать там лошади. И тоже там встречал много интересных людей тут, в речной вокзал районта. Значит, по России есть много возможностей, много силовой спорта. Горные лыжи? Горные лыжи обязательно. Ну, к сожалению, под Москвой горы не очень большие. И да, тоже есть большие возможности в этом сфере. Но больше всего, ну, если я не хочу перебивать, ну, спорт-бани самый важный в России. А вы знаете что, я вам предлагаю отправиться в бизнес-круиз кругосветный. Вы представляете, сколько новых знакомств вы завяжете вообще просто? Не отправитесь никогда. Да, почему? Кругосветный бизнес-тур – это из области какой-то фантастики. Это можно себе представить, но это невозможно. Почему невозможно? Ни один из бизнесменов, подтверди, да, Денис? Никто не сможет организовать свое рабочее время настолько, чтобы объехать… Ну, почему? У вас есть конференц-связь, у вас есть компьютер и телефон. По-любому, это неделя, это максимум-максиморум. Вообще, больше не бывает. Никакой из занятых людей больше не отдастся вам никогда в жизни. Ни на бизнес-тур, ни для какой-то другой поездки. Время – деньги, да. Как же время – деньги. Конечно. Ты можешь так жить, постоянно в бизнес-тур, все это зависит от того, как готовиться. Визитки всегда с собой, презентации в чемодан. И знаешь что? Получится больше шансов, больше успехов. Спасибо. Спасибо. Ирина, а в какие страны нужно ездить для того, чтобы как можно больше завязать деловых знакомств? Ну, наверное… Эмираты – это подходящее место на сегодняшний день. Я считаю, что для активного человека, профессионал в своей отрасли, который готов к тому, чтобы развивать свои деловые отношения, границ нет. И партнеров, и единомышленников можно найти везде, собираясь и на отдых, и в деловую поездку, куда угодно. Если только это не ограничивается какими-то географическими рамками бизнеса самого, но тем не менее это везде. Денис сказал, что он летает определенными маршрутами, определенными самолетами, определенным классом. Вот насколько это важно – быть в кругу своих? Насколько важно летать определенными классами, жить в определенных гостиницах? Насколько важно поддерживать вот этот уровень жизни? Наверное, это важно. Если люди придерживаются этого правила, то, наверное, это важно. В данном случае единственное, я с чем могу согласиться, то, что мы видим по своему бизнесу, что длительных поездок ни на отдых, ни деловых, их сейчас становится все меньше и меньше. Люди действительно очень дорожат своим временем и стараются его использовать максимально эффективно, поэтому продолжительность, да, невелика. Павел, скажите, а поскольку мы вот с нашим вторым героем много говорили о спорте,